по весь народ индов да я обнимаю и так обряд который проведу я 26 06 это обряд который называется обряд помощи золотого манджушри очень часто женщины сталкиваются с таким компонентом который называется старение но это старение начинается внутри то есть женщина начинает определять для себя вот я старею я старею старею человек не стареет если душой он молод поэтому в случае если мы удерживаем себе вот эту внутреннюю молодечность когда мы не обращаем на время внимания когда мы в себе находим силы радоваться то мы идем путем детства или идем к детскому периоду спросите у детей как часто они радуются я смотрю на своих детей там все время чем чаще мы огорчаемся в нашей жизни тем быстрее мы стареем поэтому друзья мои настроить вас на вот это состояние когда человек может радоваться чрезвычайно сложно потому что там такой большой компонент который уже есть в душе разочарования накопившиеся на протяжении жизни меня муж бросил меня в детстве били подростки меня там унижали это все накапливается в бесконечной такой карусели бесконечных огорчений каждое огорчение плюс 10 лет концу жизни и каждое наше огорчение она огорчает нас и мы все старше и старше становимся чем больше огорчений дети непослушные так далее и так далее изменить вас в этом случае невозможно а что такое энергия манджуши это такая энергия которая связана с молодостью энергия харизмы победителя энергия желания жить энергия пульсирующей такой силы какой-то энергия нового витка энергия мотивации энергия прорыва энергия сексуальная энергия жизненная энергия желание энергия что мне хочется еще чего-нибудь да просто хочется жить вот это то что я называю патчи или человеческие нравственные и человеческие желаемый такой потенциал жизни это то что возникает у червячка который сражается до последнего птички которая сражается западом до последнего то что исчезает у человека с возрастом там нужно не нужно все равно ой знаете с вытарочными глазами ничего не есть жизни развивать у себя некий духовный поиск искать бесконечную возможность общения с богом никуда не прийти в итоге потому что я хочу вдохнуть в вас вот это состояние вдохнуть вас ту молодость которая заставляла вас идти с незнакомым мужчиной собирая картошки целоваться где-то в лесу глядя на звездах знаете или глядя в эти звезды верить слова любви и так далее пусть новые картинки новой жизни вдохнуться вас потому что эта энергия которая передается напрямую вот эта энергия которая всегда поднимает меня я обычно говорю что это знаете как возродить человека из пепла как поднять человек это создать в нем новый виток новой души нового огня нового тела и вот это я собираюсь сделать виде вот такой передачи нового обряда который называется обрядом манджушри это обряд молодости обряд бесконечного потока обряд желания человека жить обряд который может вдохнуть у человека желание даже и создать вот этот новый поток нового потенциала новой энергии новой жизни нового желания нового расцвета новых видений силу дать вот эту потому что мы со старостью и и теряем присутствие в обряде обязательно потому что можно в обряд смотреть потом и вот эта прямая передача не передается никак ну ним невозможно это делать я обряды провяжу провожу один раз и после чего эти обряды удаляю почему нет смысла его дальше смотреть потому что обряд он и есть обряд для того чтобы провести обряд я подключаюсь к мастерам я подключаюсь к реализованным людям и вот где-то через вот это подключение я делаю я дарю как реализованный человек свою частичку я ее не могу бесконечно раздавать потому что передав ее один раз если я ее запускаю виде потока то уже к следующему обряду я буду престарелым огорченным дедушкой я раньше не знал и делал такие ошибки и после этого очень плохо себя чувствовал ну и второе и второе а что такое духовный рост вы представляете у каждого человека есть свое качество об этом рассказываю на второй или третьей ступени я прям не помню где это рассказываю сейчас я открою файлик а вот по-моему этот файлик а вот это на третьей ступени а день это на третьей ступени который называется день там где рассказываю второй день второй день не рассказываю о шкале служения доброты веры надежды творчества рабу развития ума радости наслаждения удовлетворения и так далее и там рассказываю о том что каждый человек находясь на своем уровне имеет определенное качество и он служит этому качеству находясь в этом качестве человек который находится чем ниже у человека качество которому анус он служит тем хуже его жизнь и случае если человек доходит до 20 уровня то у него появляется некое качество которое называется божественная фортуна и качество номер один в этом всем рейтинге это божественное невезение то есть человек находящийся находящийся на первом уровне как правило находится на уровне который называется основное его качество вины это человек живет с позиции вины я детям не дала я не дала себе я там еще никакая мне там это все не нравится и я там еще кто-то увидит что там я не такая если кто-то узнает а если соси что соседи скажут и так далее то есть человек живет с позиции что его кто-то в чем-то винит его это вина мучает что соседи узнают и кто-то узнает кто-то еще узнает то есть если такой человек занимается бизнесом будет один шаг вперед и 21 шаг назад фортуна минус 20 и когда такие люди покупают лотерейный билет пусть не покупают у них шанса никакого салваев шина и дальше уровне идут второй уровень это основное качество ненависть то есть это служитель ненависти я понимаю тех людей которые ненавидят меня почему потому что они видят человека умного образованного после они видят радостного потому что они хотели бы быть как я потому что они хотели бы точно также с легкостью зарабатывать я когда-то читал в в складчик точка ком на форуме андрей дуйко и там пишет один человек я андрей андреевича знаю я этого человека узнал я ему потом позвонил говорю больше этого не делает складчики потому что я узнал этого человека понял кто это он говорит я очень долгое время находился рядом с этим человеком и что можно сказать у этого человека все ладится у него всегда все быстро и так далее почему потому что я понимаю что такое уровни человека я могу эти уровни преодолевать я их достаточно давно прошел так вот второй уровень в котором находится большинство людей проживающих на этой земле это уровень ненависти то есть человек ненавидит он может жить как угодно он может радоваться жизни радоваться но у него есть ненависть он должен кого-то ненавидеть у него есть уже этих два качества он служит более низкому качеству и более высшему то есть для него вина не они там чего-то нету там очень плохо и так далее и в этом виноваты там жена виновата еще кто-то виноват там жена некрасивая ты там плохо работаешь это меня огорчает и так далее у него появляется ненависть я ненавижу этот мир я ненавижу своих родителей ненавижу еще что-то потом идет уровне зависти потом вернее идет когда появляется ненависть ему нужно секса под сопродливание рода потом идет уровень зависти потом идет уровень критики потом злословия лжи обидчивости самомнения страха наглости страха интеллигентности адвайты мотивации служения доброты веры надежды творчества развития ума радости наслаждения удовлетворения жизнью радость от жизни это как бы завершающий 21 уровень но мы так устроены что иногда кармические элементы наших прошлых жизней карма ваших родителей да вообще просто невнимательность нежелание себе дисциплинировать развязанность чувственная развязанность поведения обучения и длительный длительная вот такое вот такая развязанная жизнь опущения в нижние слои астрала долгая работа с людьми которые находятся на очень низких уровней там зыковство роднения с людьми которые имели там судимости которые там боятся имеют уровне там вины ненависти тяжелые больные и так далее это все как бы делает свои вот эти элементы недоверия которые ставят ущербность или прорастают в виде вот такой ущербности в человеке и потом как бы человек не стремился вот эти проявляется в виде дыр в энергетическом поле человека и проявляется в дальнейшем в виде того что появляется там сущности астральные сущности или еще какие-то которые стремятся к тому чтобы человек не мог подняться на более высокий уровень я давал практике поднятия уровней ну не работают они в большинстве своем потому что для человека это настолько сильно проросло проросло в чувство проросло в сознании и не поднимаются эти уровни я вот вот думал думал и решил что я должен помочь своим ученикам я должен помочь им энергетически так как мог бы это сделать и помочь их и на им энергетически преодолеть эти уровни мог бы создав вот такой марафон где я буду работать с каждым уровнем и преодолевать или убирать эти уровни человек с первого второго третьего уровня может иметь допустим на третьем уровне чека об омраченные все время хочет там интимных отношений у него может быть приворот у него может быть пор час глаз у человека свиной может быть пор час глаз астральные сущности и не всегда человек может сам справиться когда проходит ступени а я могу ему помочь то есть я могу в начале убрать порчи сглазы там на десятом уровне могу помочь ему совладать со своим сердцем там помочь возродить это сердце а на двадцать первом уровне возродить его духовность провести медитационные практики и так далее я с этим могу справиться это и преподавание философии и использование тренажеров определенных шумов это проведение там я семь или восемь обрядов буду проводить их это конечно же завершение всего это помощь в виде прямой передачи духовного возрождения и так далее это определенные обряды обряды белого будды ами табхи это обряды когда человек может обрести благословение высоких существ и так далее то есть это обряды уже которые будут человека поднимать вести вдохновлять и это беспрецедентно потому что я до этого такого с человеком не делал может участвовать каждый человек который находится на любом уровне и даже не является учеником школы я помогу этому человеку заново родиться помогу его вывести на определенный уровень и это человек сто процентов будет совершенно другой после вот этого марафона это будут у нас марафоны постоянные и я буду стараться максимально помочь человеку вырваться из того уровня в котором он находится при этом конечно же каждый уровень это уровень везения то есть человек который поднимается на каждый следующий уровень ему и везет тотально все больше и больше и так далее и так далее ну и конечно же есть такие нюансы допустим как бы выбрать с человека между одиннадцатым допустим есть такие вот уровни это страх наглости когда человек во время страха начинает всех материть и страх интеллигентности когда человек боится всего и занимает самую последнюю часть очереди и первый и второй уровень он нехороший но человека из страха наглости необходимо перевести в страх интеллигентности и это можно сделать за счет того чтобы прочитать мантру допустим амитабхи там больше там полутора или двух тысяч раз естественно я не могу ее прочитать во время этого обряда поэтому я буду мантру амитабхи сокращать превращать и делать из нее шум и буду транслировать этот шум допустим на утреннем и обеденном вернее вечернем занятии и сделаю еще тренажер с цифрами которые будут соответствовать каждому человеку который находится на марафоне для того чтобы этот человек открыл самый последний уровень то есть я возьму ваши фамилии после этого буду говорить для того чтобы человек этот вышел на такой уровень дайте его цифровой конт или цифровой пентакль и после этого буду выписывать цифровой пентакль сделают на протяжении первых двух дней и сделаю из этого тренажер и вы будете глядеть на этот тренажер ежедневно там 7 8 10 минут также для каждого дня будет соответствовать определенная аффирмация медитация определенный код определенное видео над чем я сейчас очень активно собственно говоря работаю это своего рода как пройти наверное жизненный путь несколько тысяч перерождений но и так сейчас при увеличил несколько перерождений и реализовать это на протяжении вот этих 20 дней впервые это делаю но искренне хочется помочь человеку быть более реализованным человеком возможно что во время проведения данного обряда или данных обрядов или данного вебинара или данного марафона у человека произойдут сумасшедшие изменения в жизни помолодеете станете лучше выглядеть исчезнут заболевания изменится мировоззрение улучшится состояние и здоровье и отношений в семье и так далее потому что все это будет идти в формате именно вот этих 21 поднятия 21 уровня до момента проявления абсолютной духовности то есть фактически можно сказать человек может жить в радости но ему мешает не удовлетворение жизнью ему мешает то что он не достаточно ставит синкопы у него не хватает радости у него недостаточно развита сознания дисциплина у него нет творчества нет веры нет доброты нет служения нет мотивации он ему не хватает отдвайты страха ему его мучить страх его мучить сомнение его мучает обидчивость ему мучить ложь злословие критика зависть блуд измена ненависть вина позор и так далее и так далее и вот это все это все устраняется в момент а почему потому что ему мешают астральные сущности ему мешают порчи сглаза ему мешают кармические ответственные обязанности ему мешает то что он там плохо перерождался ему мешает там какие-то нюансы которые связаны с тем что он плохом помещении живет у него там были проведены какие-то обряды он сам нечаянно сделал какие-то эзотерические обряды дал какие-то обещания обеты несоблюдения которых потребовала от него там еще чего-то и ну и так далее и тому подобное и вот это все я уберу как раз и помогу возродить в себе состояние радости к жизни помогу это все сделать как раз во время проведения данного марафона вот это мой такой значительный подарок моей школе